Привет, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь! Сегодня мы с вами поверим в магию, чудеса и китайских волшебников. И во всем этом нам поможет повербанк с Алиэкспресс на 50 тысяч мАч. Итак, встречайте! Чудо повербанк на 50 тысяч мАч с Алиэкспресс. Если вбить в поиски этого сайта слово повербанк, то таких вот повербанков там найдется не один десяток, торгуют ими множество продавцов. Причем, что смешно, для совершенно одинакового с виду устройства, продавцы указывают то емкость в 30, то в 50 тысяч мАч. Что касается рейтинга товара и отзывов, все просто великолепно. Пятизвездочные отзывы радуют глаз. Кто-то из пользователей в восторге от того, что посылка просто доехала до него. Кто-то доволен соответствием картинок и оригинала. Некоторые в восторге от веса, а другим для пятизвездочного отзыва достаточно того, что повербанк приехал наполовину заряженным. В общем, продукт внушает доверие. Ну и естественно, удержаться от покупки было просто невозможно. И я естественно заказал этого монстра. Скриншот заказа сейчас перед вами. Обошлась мне эта мобильная электростанция в 16,5 долларов со скидкой. К слову, заказал я его еще в январе, а получил только недавно. Приезжает повербанк в картонной коробке без опознавательных знаков, в комплекте с простеньким микро-USB кабелем. И вот он, внушительный здоровяк повербанк. Размеры устройства 155 на 74 на 35 миллиметров. В моем случае корпус черно-красный. По периметру пластик гладкий, а верхняя и нижняя панели имеют текстуру. На лицевой стороне расположен экран и здоровенное число 30 с буквой X. Что касается портов, то тут их H5, два USB-A, помеченные молниями, и еще три подписаны в соответствии с их типом. То есть micro-USB, USB Type-C и Lightning. Здесь же находится светодиод, который предполагается использовать в качестве фонарика. Активировать фонарик можно двойным нажатием кнопки. И та же кнопка включает экран, на котором можно отследить уровень зарядки, а также режим работы повербанка. Совершенно никаких технических характеристик на корпусе повербанка не указано. Видимо, такому солидному устройству это ни к чему. Значит, будем полностью отталкиваться от описания товара на страничке продавца. Теперь разберемся с весом повербанка. Вот тут у меня завалился простенький повербанк от Ugreen на жалкие 20 000 мАч, который еще и стоит дороже. И этот повербанк весит 370 грамм. Два таких повербанка, то есть уже 40 000 мАч, весят 740 грамм. Ну и докинем еще десятку. Итого 50 000 мАч в исполнении Ugreen весит почти килограмм. А теперь взвесим 50 000 мАч в исполнении китайских волшебников. Кстати, сразу видно, что по размеру он существенно меньше вот этой брендовой кучи. И весит всего 530 грамм, почти вдвое меньше. По всей видимости, производители использовали высокотехнологичные, ультракомпактные и мегаемкие аккумуляторы, что весьма похвально. Что ж, ладно, давайте заканчивать. Держаться дальше и скрывать мою ненависть к этой поделке я больше не могу. Это просто жуткий мусор. И каждый, кто поставил ему 5 звезд и тем самым подтолкнул других к его покупке, мягко скажем, поступили плохо. Думаю, вы уже поняли, что надпись 30 или 50 000 мАч указывается рандомно. А точнее, в зависимости от наглости продавца. Далее, если в описании кого-то зацепила надпись Fast Charge, то даже не надейтесь, быстрой зарядки в этом повербанке нет. Несмотря на наличие оранжевого порта, который вроде как намекает на быструю зарядку, ничего больше, чем 5 вольт и 2,1 ампера нам не обещают. Вдумайтесь, 2,1 ампера на оба гнезда в сверхъемком повербанке. Это просто смешно и дает некоторое понимание о качестве встроенного преобразователя. Впрочем, и эту заявку надо проверить. В общем, переходим к испытаниям. Ну а тесты, как обычно, начинаем с проверки мощности повербанка. Для этого используем специальный USB-тестер и нагрузочный модуль. Подключаюсь к оранжевому гнезду, помеченный двумя молниями. Напряжение без нагрузки 4,96 вольта. Сразу подаем нагрузку 2,1 ампера. Что ж, надо отдать повербанку должное. 2,1 ампера он отдал. При этом напряжение 4,79 вольта. Попробуем найти предельный максимум. Только гляньте, это чудо отдало уже 2,5 ампера. Ну и на отметке примерно в 2,8 ампера напряжение снизилось до критического уровня. Напомню, по стандарту USB оно составляет 4,75 вольта. Все, что ниже, мало подходит для зарядки устройств. Соответственно, максимум, который мы можем получить от этого повербанка при полной зарядке, примерно 2,6 ампера. Что ж, попробуем задействовать оба гнезда одновременно. Итак, сейчас я задействовал оранжевое гнездо, а также подключился к второму гнезду. На первом гнезде у нас нагрузка 2,1 ампера, на втором 500 миллиампер. Должен признать, что повербанк пока что справляется. Суммарная нагрузка 2,6 ампера. Ну а далее картина повторяется. Когда суммарный ток достигает значения примерно в 2,8 ампера, напряжение существенно проседает. Соответственно, можем сделать вывод, что оба порта запараллелены. И в этом повербанке только один преобразователь. Также давайте уделим внимание и индикатору этого повербанка. Сейчас он показывает, что на верхнем гнезде у нас ток 2,1 ампера, что в принципе соответствует. А на втором якобы 1 ампер, хотя там всего 0,7 ампера. Причем, посмотрите. От изменения нагрузки показания на повербанке совершенно не меняются. То есть, по сути, эти цифры абсолютно ничего не значат и сделаны просто для красоты, а точнее для того, чтобы запудрить покупателю мозги. И по сути, с любого из этих гнезд мы можем снять максимальный ток. Также, на всякий случай, для тех, кто не привык верить на слово, попробуем активировать быструю зарядку. Вдруг она тут все-таки имеется. Однако, как вы можете видеть, триггер активен, но при этом напряжение остается прежним, ровно 5 вольт. Также, на всякий случай, проверим и порт USB Type-C. Триггер абсолютно никак не реагирует. Этот порт работает только на вход. Далее, я решил проверить режим зарядки малыми токами. Для тех, кто не в курсе, необходим данный режим для того, чтобы заряжать слаботочные устройства, такие как фитнес-браслеты, умные часы, блютуз-гарнитуры, блютуз-наушники и так далее. И как показала практика, минимальный ток, который можно получить от этого повербанка, в районе 60 мА, чего, в принципе, будет достаточно для зарядки озвученных ранее устройств. А вот с режимом проточной зарядки, когда сам повербанк заряжается и одновременно заряжает другое устройство, все очень печально. При таком раскладе и сам повербанк практически не заряжается, потребляя всего 1,7 А. И на отдачу почти ничего не выдает. Особенно подводит напряжение, которое составляет всего 4,5 В. Это очень мало. Далее, с помощью портативного осциллографа DSO-150, я решил проверить такой немаловажный параметр, как пульсации напряжения. И они у этого повербанка в режиме 5 Вольт 2,1 Ампера составляют 60 мВ. Должен признаться, что я ожидал намного более плохого результата, но для справедливости отмечу, что у того же повербанка Ugreen в аналогичном режиме пульсации в 3 раза ниже. Теперь на очереди, пожалуй, самый долгожданный тест, а именно проверка емкости повербанка. Напомню, что обещали нам емкость аккумулятора 50 000 мАч при 3,7 Вольта. В пересчете на более понятные Ватт-часы это 185 Ватт-часов. Почему считать лучше именно в Ватт-часах и как вообще рассчитывается емкость КПД и так далее, я очень подробно объяснял вот в этом обзоре. Если не смотрели и хотите разобраться, переходите по ссылке, изучайте, а уже потом возвращайтесь к этому видео. Итак, начинаем замер. Разрядку я проводил нагрузочным модулем током в 1,5 Ампера. Из показаний тестера нам больше всего интересно синее значение, это как раз таки Ватт-часы. Причем шкала тестера ограничена значением в 100 Ватт-часов. Соответственно, счетчик в теории должен будет пойти на второй круг. Субтитры сделал DimaTorzok и в момент, когда значение на тестере приблизилось к максимальному и достигло 99,4 Ватт-часа, повербанк отключился. Напомню, если бы емкость этого повербанка была честной, мы бы получили около 180 Ватт-часов. Сразу при вас посчитаем. Берем 99,4 Ватт-часа и прибавляем примерные потери. Предположим, что они тут около 10%. Теперь полученное значение делим на номинальное напряжение аккумулятора в 3,7 Вольта. Получаем около 30 000 мАч. И да, к сожалению, тем, кто заказал аналогичный повербанк у продавца, заявившего 30 000 мАч, не повезло. Даже спор не выиграет, так как емкость с натяжкой соответствует. И придется пользоваться этим маломощным и неэффективным внешним аккумулятором. Что ж, думаю, с емкостью разобрались. Теперь поговорим о зарядке повербанка. И тут тоже моей радости нет предела. Заряжается повербанк напряжением 5 Вольт и током всего в 2 Ампера. И попробуйте угадать, сколько времени ему нужно на полную зарядку. Вот прямо сейчас поставьте видео на паузу и напишите в комментариях свой вариант. Давайте проверим вашу интуицию. Готовы? Этой штуковине потребовалось 14 часов 40 минут для полного заряда. И у меня просто нет слов. По сути, используя производитель-преобразователь с поддержкой функции быстрой зарядки, это время можно было бы сократить как минимум на одну треть. Но в этом повербанке сэкономили по полной. Далее на очереди разборка. Если другие повербанки я не разбирал, чтобы их не повредить, то тут меня ничто не останавливает. Думаю, и вам будет интересно посмотреть на начинку этого пирожка. Как оказалось, разобрать повербанк очень непросто. Переломав кучу пластиковых лопаток и погнув несколько металлических, я понял, что без молотка тут не обойтись. Несколько ударов, использование силы предков и повербанк разобран. Из-за того, что аккумуляторы приклеены к нижней крышке, а контроллер прикручен к верхней, при разделении я оторвал провод и поломал плату. Что могу сказать? Контроллер тут реально наидешевейший. Крохотный дроссель и ни одного приличного конденсатора. Удивительно, как эта поделка осилила хотя бы 2,7 ампера и показала пристойные пульсации. Причем видно, что места под электронную начинку полным-полно, и ничто не мешало поставить более серьезный преобразователь. Что касается аккумуляторов, то тут мы имеем дело с батареей из трех штук. Никаких обозначений на аккумуляторах нет, но я думаю, что каждая здесь на 10 000 мАч. И только взгляните на эти вспененные проставки. Конечно, зачем добавлять четвертый аккумулятор или делать корпус тоньше, если можно просто продать воздух. Причем смотрите, толщина батареи около 25 мм. Напомню, толщина самого повербанка 35 мм. То есть ничто не мешало сделать корпус миллиметров на 7 тоньше. Правда, тогда выглядел бы он не так внушительно. И да, не нужно злиться, что я испортил устройство, и писать лучше бы мне отдал. Вы совершенно точно заслуживаете лучшего. А мне повербанк с таким низким КПД без надобности. Плату и корпус я выкину, а аккумуляторы использую в самоделках. Кстати, вам я настоятельно не рекомендую разбирать повербанки. Всего одно неловкое движение, и можно устроить пожар. Эти аккумуляторы крайне взрывоопасны. Думаю, в процессе просмотра у многих появился вопрос, ну а чего ты хотел за 16 долларов? Отвечаю, за 16 долларов я хотел бы, чтобы мне не врали. Производитель специально добавил разноцветные порты и фейковые надписи на экране, а также не указал никакой информации на корпусе, чтобы продавцам было проще вводить покупателей в заблуждение. Естественно, найдется немало людей, которые слабо разбираются в теме, и банально не знают, сколько должен стоить повербанк той или иной емкости. Они ведутся на красивые цифры и позитивные отзывы, и заказывают это, вместо того, чтобы купить качественное устройство с честной ценой и честными характеристиками. А те, кто догадываются, что их надули, даже доказать в споре ничего не сможет, не имея под рукой USB-тестера. Также найдутся и те, кто скажет, ладно, остынь, все же 30 тысяч миллиампер часов за 16 долларов, это неплохо. Таким объясняю, да, такая емкость за 16 долларов, это очень неплохо. Но вы забываете, что емкость повербанка – это только один из множества важных показателей. У этой штуки крайне низкокачественная начинка. Если производитель так сэкономил на электронике, значит и аккумуляторы тут самого низкого качества, и вряд ли проживут долго. Я уже молчу про то, что низкокачественный литий без надежной электроники – это вообще бомба замедленного действия. И остается только гадать, что произойдет раньше. Вздуются аккумуляторы, выгорит дрянная электроника, или погибнет контроллер заряда в вашем смартфоне. Лично меня не устраивает ни один из этих вариантов. Теперь про альтернативы. Вот вам, к примеру, повербанк от Romas. И нет, это не реклама, просто очень показательный пример. Версия на 30 000 мАч с курьерской доставкой из России, что немаловажно, обойдется в 24,5 доллара. При этом вы покупаете проверенный временем и тысячами пользователей бренд, использующий качественную электронику и аккумуляторы. Данный повербанк поддерживает быструю зарядку по современным протоколам, в том числе Power Delivery, и имеет почти вдвое большую мощность. Использовать можно три порта на выход, и также три порта на вход, включая двухсторонний USB Type-C. Скорость зарядки самого повербанка также существенно выше, за счет поддержки быстрой зарядки. Ну и экран, тут он тоже есть, только в отличие от красно-черной поделки, он точно и честно покажет ток и напряжение зарядки. Можно, кстати, взять и версию на 26 800 мАч. Она еще дешевле, но за счет более высокого КПД отдаст не намного меньше, чем сегодняшний участник. Причем, что касается качества, мощности, эффективности и функционала, я говорю не голословно. Мы тестировали аналогичный повербанк только на 20 000 мАч, и проявил он себя очень достойно. Полный обзор можно посмотреть по ссылке вверху экрана. В общем, да, брендовый повербанк обойдется вам минимум на треть дороже, но лучше он будет в разы, причем по всем параметрам. Впрочем, я уверен, что найдутся и те, кто встанут на защиту сегодняшнего подопытного. Мол, повербанк топ, а обзорщик все придумал и вообще продался. К счастью, все тесты, замеры и проверки были максимально наглядными и прозрачными, так что любой посмотревший обзор сможет сделать правильный вывод. А большего мне не нужно. Напоследок, напомню, перед покупкой всегда внимательно изучайте описание товара на предмет нестыковок. Читайте негативные и дополненные отзывы, они самые информативные. Ищите подробные обзоры, в том числе, естественно, и на нашем канале. Все это позволит вам уберечь свои деньги и подобрать качественный товар. И, пожалуйста, никогда не спешите оставлять отзыв. У вас после получения посылки есть целых 30 дней, чтобы как следует изучить товар, выявить его недостатки и оставить полезный и информативный отзыв. В описании на этот раз я оставлю ссылку не на товар, а на плейлист, в котором собраны обзоры на достойные повербанки. Смотрите и выбирайте. Очень надеюсь, что видео было вам полезно или хотя бы просто развлекло. Как обычно, буду рад вашим лайкам и комментариям. И, кстати, напишите, хотите ли вы видеть обзор на повербанки сверхвысокой емкости, к примеру, на тот же 30-тысячный код Ромос. Если желающих будет много, обязательно его закажу. А на этом на сегодня все. Смотрите канал Китай в помощь и берите от жизни лучшее. Субтитры создавал DimaTorzok